В эфире телеканал ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я и ведущий Александр Гурарье. В городе Лоди, город, который располагается недалеко от Тель-Авива и, так сказать, в двух шагах от аэропорта Бен-Гуриона. Город, который, в общем-то, немного таких городов в Израиле, в которых совместное проживание арабского и еврейского населения, таких городов, в общем-то, можно посчитать по пальцам. И вот в этом городе происходит в последнее время определенная, так сказать, напряженность между арабским и еврейским населением. Эта напряженность недавно вылилась. Позапрошлой ночью были сожжены 13 или 14 автомобилей. Причем все это происходит не в определенном районе города Лода. Это относительно новый район. Называется он Ганне-Авив. Сады весны, весенние сады, если перевести дословно. В этом районе проживает довольно большое количество русскоязычных израильтян. И этот район, еще когда он строился, он был со всех сторон так окружен арабскими домами. Вот там сейчас происходят вот эти вот конфликты. На связи с нашей студией с Ганне-Авива, причем один из первых жителей Ганне-Авива, когда только-только он начал заселяться, Хаим Кравец, в прошлом депутат горсовета города Лода. Добрый вечер. Добрый вечер. Хаим, скажите, в чем дело, с чего все началось? Ганне-Авиву, если я не ошибаюсь, больше 20 лет. Почему вот именно сейчас все это закрутилось? Ну, нельзя сказать однозначно и категорично утверждать, что это началось сейчас. Это просто в некотором роде рецидив. Это часть явления, которому уже больше 20 лет. Вот среди основания Ганне-Авива. У нас есть очень проблемный район. Это арабский район, моноэтнический. И мы всегда считаем центром криминала, именно арабского. У нас не принято говорить про этнопреступность. Ну, я не сторонник политкорректности, я предпочитаю называть все своими именами. Эта проблема очень давняя. Она началась не вчера и даже не год назад, не 10, а значительно раньше. Дело в том, что проблемы ЛОДА и Ганне-Авива в частности, это глобальные проблемы. Это проблемы такого стратегического уровня. А их все время пытались представить как сугубо муниципальные. Как некие эксцессы, недоразумения, трения, эксцессы криминальные. Не более того. Не хотели признавать, что происходит из года в год эрозия власти. Это вещь страшная. Ее никто не собирается признавать. И не было значения, кто был премьером, какие партии приходили к власти. Например, в свое время пытался по проблему разрубивать Ариэль Шарон. Человек-легенда. И то он махнул на все рукой. Он понял, что на правительственном уровне этот вопрос не решится. И он от этого отстранил. Так в чем сама проблема, я не совсем понимаю. В чем суть проблемы? Объясняю. Дело в том, что арабское население Лорда, оно подчеркнуто, ведет себя нелояльно. В плане незаконного строительства, криминала, оно не признает действующую власть как таковую. То есть, они законно подчиняются той части, которой их устраивают, а те, которые не устраивают. Даже формально, даже на словах. А устраивает их та часть законодательства, которая позволяет получать многочисленные социальные пособия на многочисленных детей, да? Пособия по безработице и так далее, и так далее. Это устраивает. Я приведу простой пример. Эта штука давняя, страшная, и подтачивает основы государственного устройства. Это незаконное строительство. Речь идет не о частных случаях. Я приведу пример, чтобы не быть голословным. 98-й год. Значит, было 80 незаконно построенных домов. В Лоде, арабских. Было заведено 3 уголовных дела. И было принято решение о сносе этих домов. Значит, когда попытались их снести, начались эксцессы. И, значит, было принято решение это дело спустить на тормозах. С тех пор счет утерян. Ну, я подозреваю, счет идет уже на тысячи единиц. И контроль утерян за арабским строительством. Но тут есть очень интересные нюансы. Они никогда дом не достраивают до конца. Не подводят под крышу. Это им позволяет, ссылаясь на британско-атаманские законы, утверждать, что дома как такового нет построенного. И равно они платить не собираются. Они даже отказываются от легализации построенного. Вот уже несколько раз объявляли им амнистию. Дескать, мы легализуем... Секундочку, поясните, пожалуйста, что значит не подводят его под крышу? Я знаю, что в арабских населенных пунктах принято строить дома. Они строят, допустим, первый этаж, второй этаж. Оставляют вот эти торчащие, так сказать, арматуру для того, чтобы потом можно было достраивать следующие этажи. Потому что как только сын женится, для него достраивается этаж. Он живет в том же доме. Женится второй сын, достраивается еще один этаж. И поэтому вся эта арматура торчит. И создается впечатление, что этот дом находится как бы в процессе строительства. Вы это имели в виду? Нет, нет, нет. Они этот дом... Вот, допустим, построил дом. Он не идет его регистрировать. Он говорит, я не собираюсь государству платить налог за построенный дом. Не собираюсь. И не собираюсь платить муниципальный налог. Арнону, да, который платят все граждане. Ну вот представьте город. Так жить-то в нем нельзя в этом доме, если он под крышу не подведен? Все можно. Можно решить вопрос с электричеством, с водой. Это уже коррупционно. То есть крыша есть у этого дома. Я вот это пытаюсь понять. Вы сказали, что они их не подводят под крышу. Я сказал. Это... Я не... Образное выражение было просто, да? Ну да. Дом как бы не закончен. Он формально по бумагам. Он в стадии строительства. То есть дом вроде как есть, да? А вот дома вроде как нет. И нет. И это продолжается годы. Контроль утерян. Счет утерян. И у ребят появляется кураж. Власти можно бросить вызов. Закон работает избирательно. И, понимаете, и на этой почве очень... Понимаете, меня, меня вот как жителя Лода, как человека, имеющего опыт муниципальный, кое-что знающего там законы муниципальные и прочее, меня это все не то, что сильную депрессию ввергает, но мне страшновато. Я объясню почему. Вот этот подход. Средства массовой информации. Либо замалчивают целые явления, либо берут какой-то аспект проблемы. То же самое касается политиков. Ну да, что-то построили, что-то то. Есть коррупционная составляющая. Есть очень мощная криминальная составляющая. Понимаете? Если есть вакуум власти, его кто-то запомнит. В данном случае его заполняет криминал. И мы перетекаем плавно в другую тему. Как сообщающиеся сосуды. Одно плавно перетекает в другое. Уже набила оскомину эта тема криминал в арабском секторе. Преступность зашкаливает относительно доли арабского населения. Самое интересное, извините, перебивая, что сами руководители арабской общины, они обращаются в полицию и возмущаются тем, что полиция бездействует. Они призывают, потому что убийства в арабском секторе просто в разы превышают. Это, значит, удельный вес убийств в целом по стране. То есть основной криминал находится именно там и не может сделать ничего местная община. И ничего не делает полиция. Это не так однозначно, как кажется. И мне очень трудно сказать. Я, вообще-то, имею заслуженную репутацию в мастер оценочных категориях. Но в данном случае мне очень трудно сказать, чего больше в поведении арабских деятелей. То ли цинизм, то ли лицемерие, то ли какая-то шизофрения. Трудно сказать. Я объясню, почему. Дело в том, что арабы категорически отказываются сотрудничать с полицией во всем, что касается расследований, следствия. Я вам пример такой приведу. Город Ум-Эль-Фахм. По израильским понятиям солидный большой город. Известный город. В рекламе не нуждается. Так там до сих пор нет полицейского участка. И при этом, извините, есть в израильской полиции, есть достаточно большое количество полицейских исследователей арабской национальности, которые специально создаются. Есть даже отдел, который занимается именно вот этим, для того, чтобы говорить на одном языке, и чтобы у людей, у граждан Израиля и арабской национальности было ощущение защищенности. Но давайте все-таки, Хаим, простите, вернемся в Лот. Давайте вернемся в Ганавив. Так что же произошло? Почему это такой из ряда вон выходящий случай? То есть в центре страны, это не где-то там на поселениях, на территориях, а в центре страны, в двух шагах от главного аэропорта страны, так сказать, главных ворот Израиля, спалили за одну ночь там 13 или 14 машин, и тишина. Я вас должен огорчить, разочаровать. Дело в том, что это не первый поджог машин. Не первый. Но столь массовый? Он поражает масштабом. 13 машин, из них 3 грузовика. И на одной улице. Это, представляете, фактически горела улица. Люди были в шоке. То есть это не какой-то выборочный поджог. Это вот шли, вот поджигали всю улицу, да? Ну, допустим, можно понять, понять. Допустим, есть поджог, это ракетирует, кого-то шантажирует, на кого-то давит, на должника, это понятно. Но сжечь 13 машин, это был вызов, понимаете? Демонстрация силы и беспомощности власти. Я только один пример. Я ввел порядка лет 15 личную борьбу. Обращался к депутатам, там, что угодно было. Чтобы в Ганне-Авиве открыли полицейский участок. Его нет до сих пор. Это 20 тысяч человек. По израильским понятиям, это небольшой город. Это, значит... Но формально это все равно считается районом города Лот. Поэтому, как бы, муниципальной единицей. Но этот район, он как бы автономен, он изолирован, он своего рода анклав. И он имеет право иметь свой полицейский участок. Ну, чем обосновывается, почему не делает этот участок? У полиции, как всегда, тысяча отговорок. Нет бюджета, нет финансирования. Во-первых, нет денег, да? Как в той истории с наполеоновским генералом. Во-первых, у меня кончились снаряды, да? То есть, все, дальше можете не продолжать. Нет денег, значит, нет полицейского участка. Все ясно. Но стримяжная правда в том, что полиция избегает любых контактов с арабами. Любых. Они боятся, правда. Они в этот район боятся зайти. Они там появляются только когда очередная мокруха. И надо составить протокол, пересчитать трупы. Все. Там они появляются. Больше ничего. Хорошо. Какие действия? Мэр там выступал с грозными заявлениями. Заявил, что он привлекает Шабак. Это служба безопасности. Внутреннюю службу безопасности. Что будут расследования и так далее. Какие-то результаты есть на сегодняшний день? Нет, разумеется. И быть не может. Ну, как не может? Там же камеры везде. В общем-то, в городе много камер наверняка. Вот сейчас мы переходим к самому интересному. Вы тут уже упомянули детище Ароновича. Вот призыв арабов в полицию и так дальше. А есть еще одно детище Ароновича. Аронович, напоминаем, что это бывший министр внутренней безопасности. Да, да, да. Так вот. Аронович разработал и осуществил проект «Город без насилия». И вот ЛОД был пилотным проектом. Дескать, столица криминала. Да, 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 да. Я помню, помню. Было много публикаций. Были такие победные реаляции. Что все. ЛОД теперь стал образцово показательным городом. То есть Швейцария нервно курит в сторонке. Проблема в том, что ребята криминальные, они не читают газеты. Они не знают, что есть такая программа. Им никто не рассказал. Они продолжают там мочить друг друга, рэкетировать, сжечь машины. Они газет не читают. Наркотой торгуют, да? Это само собой. Это, как говорится, специализация. То есть все это оказалось пшиком, вся эта история? Да. А какие деньжищи распилили? Просто аж сложно сказать даже. То есть я помню, такая реклама этого проекта. Столько денег было вложено. «Город без насилия». И артиллер и реванш отдыхают. Дошло до того, что некоторые вожди ХАМУ и авторитеты были оформлены как координаторы программы. Основной принцип – и полиции договариваться. Как говорил Остап Бендер, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому их же поставили координировать. Да, да. Замечательно. Все было такое. Надо договариваться. Мы не хотим эксцессов, мы не хотим крови. Мы договоримся. Ну вот. Договорились. Хорошо. Ваш прогноз, к чему приведет нынешняя эскалация? То есть будет что-то все-таки предпринято серьезное или все останется на уровне очередной проект «Город без насилия» или еще что-нибудь? А сейчас это еще усугубится выборными делами. Да, сейчас никто не будет с ними связываться. Это же выборы. Это же электорат. Да. Понятно. То есть вам, как это самое, на Диком Западе, нужно вооружать местную дружину и, значит, выходить, охранять свое имущество. Именно так. Именно так. Дело в том, что у оппонентов, у криминала, у них оружие есть. И довольно много. Понятно. А насколько я знаю, у меня когда-то, много лет назад, мой близкий друг жил в Ганне-Авиве, и он был волонтером полиции. То есть они там стояли на улицах, они на въезде в Ганне-Авив вместе с полицейскими устраивали, так сказать, посты, проверяли машины и так далее. Это запретили. Дело в том, что очень многие сердобольные борцы за права человека, они сказали, что такие проверки, посты унижают личность и угнетают коллектив. Что вы говорите? Нет. То есть теперь волонтеров поубирали, да? Да. Но если полиция ничего не может сделать, что может делать волонтер? Ну, смотрите, настоящие волонтеры, если им дать такую возможность, они, может быть, больше полиции сделают, потому что они там живут. Это их дом, их город. Сложный вопрос, неоднозначный. Я приведу пример, что если вооруженный человек, находящийся на службе, в статусе военнослужащего, уклоняется от брошенной в него бутылки с горючей смесью и боится стрелять нападающего и дает ему уехать, почему? У нас еще все в памяти этот казус о зале. То есть вы имеете в виду недавний случай, который разбирался уже, так сказать, в средствах массовой информации. В нашей студии речь шла о военнослужащем элитного подразделения, не спецназа, сразу же оговорюсь. Он стоял на посту и подъехал в палестинец, вышел из машины, размахнулся не спеша и швырнул в него бутылку с зажигательной смесью. А солдат стоял в карауле. То есть по идее, по уставу он должен был с той, кто идет, с той стрелять буду и отылить огонь на поражение. Вместо этого он уклонился от бутылки, проявив чудеса, так сказать, гибкости, и дал ему спокойно уехать, то есть не открыл огонь. Ну, в принципе, да, я согласен с вами. Парня можно понять. То есть вместо откроешь огонь, не дай бог там ранишь или убьешь, потом тебя по судам затаскают. Скажут, ну и что, бутылку это же не настоящая граната, он же не попал, если бы попал. Это примерно такая же ситуация, в принципе, по сути своей. А полиция, она себя ведет, как российские коллеги. Помните старый анекдот? Вот когда вас убьют, вот тогда приходите к заявлению. А пока не убили, не отвлекайте нас. Хамин, ну нам остается пожелать вам только в новом году все-таки успехов. И надеюсь, что все-таки что-то сдвинется с мертвой точки, потому что действительно такое массовое сожжение машин. Этот случай попал уже на страницы, так сказать, ведущих средств массовой информации. По телевизору показывали и в различных интервью политики уже высказывались. То есть, может быть, опять-таки, в силу того, что у нас на носу очередные выборы, может быть, кто-то из власть придержащих захочет немножечко на этом попиариться и что-то, по крайней мере, обозначить действие. Если вы помните такую, так сказать, формулировочку советской бюрократической системы. А я напоминаю, дорогие друзья, что мы беседовали с жителем Лода, точнее, с районом Лода, который называется Гене-Авив, Весенние сады, Хаймом Кравицем, который в прошлом был депутатом муниципалитета города Лода. Наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами с наступающим Новым годом. До свидания.